Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем делать потрясающую корсетную лифтинг маску. Эта же маска великолепна будет не только подтягивать овал лица, но и разглаживать мелкие морщинки, а также очень хорошо питать дряблую возрастную кожу. С ингредиентами этой маски, а их всего три, это льняное масло, это куриное яйцо и это картофельный крахмал, мы с вами уже знакомы, мы неоднократно делали разные вариации масок из этих компонентов. Но сегодняшнее важное такое существенное отличие, это то, как мы будем наносить. Мы вот действительно на лице будем создавать эффект корсета, то есть таким образом подтягивать. Поэтому маска у нас будет делиться на две составляющие. Главное отличие это белковая часть и желточная, желтковая что ли часть, если так можно сказать. И эта маска будет наноситься слоями. Сначала белок, белок прихватывается на нашем лице, потом желток, желтковая составляющая прихватывается и снова белковая составляющая. И вот таким вот образом, наслаивая эти компоненты, мы создаем эффект корсета на нашем лице. То есть фактически вот этой самой супер лифтинговой составляющей. Итак, мы с вами предварительно делим наше куриное яйцо на две составляющие. Еще раз, белок и желток. Очень аккуратненько делим. Я надеюсь, вы в курсе, да, как проверить яйцо на свежесть. Потому что для этой маски, поскольку мы никакой термической обработки не совершаем, очень важное яйцо не только чистое внешне, но и свежее. Поэтому предварительно вот в стаканчике с водой я проверила яйцо на нашу свежесть. Ну и давайте займемся, в принципе, белковой составляющей. Теперь мы потихонечку к нашему белку будем добавлять картофельный крахмал. Сразу скажу, здесь вот таких вот четких показателей, да, вот сколько ингредиентов быть не может. Я все делаю на глазок. Объясню почему. Почему? Потому что все зависит от размера куриного яичка. На самом деле, ну, конечно, хочется на лицо шею декольте, но не обязательно брать большое куриное яйцо. Дело в том, что на самом деле, вот даже в масках лучше применять куриные яички небольшого размера. Считается, что их несут молодые курочки-несушки. И такие яйца, они более богаты всевозможными витаминами, микроэлементами и так далее, и тому подобное. То есть, все, что нужно для нашей кожи. Поэтому, еще раз, смотрите, на глазок. Я сейчас добавила всего лишь навсего 2 чайные ложки крахмала. Все, вот эта наша белковая составляющая, она готова. Чистый белок и крахмал. Все, мы взбили до однородной массы. И теперь мы займемся нашей, что называется, желточной, желтковой составляющей. К желтку мы тоже добавляем небольшое количество крахмала. Тоже порядка где-то 2 чайных ложечек. Взбиваем. И именно к этой составляющей мы уже добавляем небольшое количество льняного масла. То есть, я не буду повторять, да, насколько великолепно льняное масло, особенно для зрелой увядающей кожи, что в нем есть фитоэстрогены, что в нем омега, которые латают и занимаются проблемами сухости кожи, латают гидролипидную мантию, витамин Е, мощный антиоксидант, лигнаны присутствуют, которые работают как фитоэстрогены. То есть, добавляем еще, смотрите, нам нужна консистенция густой сметаны, для того, чтобы маска хорошо распределялась на нашем лице. Поэтому, видите, все эмпирическим путем. То есть, главное, должна быть однородная масса, но так, чтобы она легко распределялась по нашей коже. То есть, и не сильно густая, да, и не сильно жидкая. Ну, пожалуй, я думаю, добавлю я еще, наверное, ложечку. Потому что в планах еще потом нанести небольшое количество этой же маски на свои ручки. То есть, еще сделаем омолаживающую маску для наших рук. И перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. То есть, вот, в принципе, делайте консистенцию, которая вам удобна, которая вам комфортна, которая будет хорошо распределяться, наноситься. Добавлю, наверное, еще. То есть, видите, порядка уже, ну, почти 4 чайных ложки льняного масла у меня ушло. Вот, в принципе, масса наша готова. И одна, и вторая. Конечно, я все это дело соберу кисточкой, которую буду нанесить, потому что не хочется оставлять лишнюю часть на вилочке. Это, я считаю, кощунственно, да, столько от драгоценного материала оставлять на вилке. Поэтому все остальное пойдет в ход. Итак, смотрите, у нас получается два компонента. Два компонента. Белковая часть и часть желтка. Для того, чтобы получить вот этот самый корсетный эффект, мы сначала будем наносить на наше лицо, шею, декольте белковую часть. Белковая часть прихватывается, это буквально 1-3 минуты. Все зависит от вашего типа кожи, температуры окружающей среды. Затем мы наносим на все лицо вот эту составляющую с желтком. Эта часть прихватывается. Ну, это уже будет порядка 3-5 минут. И потом мы снова-таки все лицо покрываем белковой составляющей. И идем, укладываемся на 15-20 минут, потому что будет колоссальный лифтинг эффект, очень хороший лифтинг эффект. И потом мы маску будем смывать обильно водой до полного ее снятия. И желательно сделать такое контрастное смывание. Теплая вода, холодная вода. Ну, в конце закончить дело холодной водой. Так что вот такая вот масочка. Ну, а я в следующем ролике покажу, то есть на своем лице, как я наношу именно эту маску. Сделаю маркеры на своем лице, чтобы вы наглядно увидели, как эта маска, именно корсетная, нравится мне такое сочетание, как она подтягивает наше лицо. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать, или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну, а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов, или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится возле кнопки подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов, или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.